В сфере социального обслуживания Наталья Королёва проработала много лет и хоть сейчас на заслуженном отдыхе, всегда в курсе всех изменений. Помимо компенсации за оплату коммунальных услуг, теперь Наталья Александровна получает и компенсацию за оплату взносов на капитальный ремонт. Был 415, но сейчас будет возвращаться где-то 160-170 рублей. Если с компенсацией за капитальный ремонт льготники разобрались самостоятельно, то компенсацию за коммунальные услуги рассчитать без помощи специалиста не получается. Раньше льготные категории каждый месяц получали выплату на оплату коммунальных услуг. Теперь система изменилась, деньги будут начислять только после того, как квитанции будут оплачены. Выплаты начались, но в начале года многие получили небольшие суммы, до 500 рублей. В Министерстве социально-демографической политики поясняют, сейчас система работает в тестовом режиме и в программе возможны сбои. По сути, вот те услуги жилищно-коммунальные, которые люди получили в январе, они их оплачивали в феврале. Мы сейчас получили об этом сведения и в марте мы надеемся, что будет уже достаточно объективный расчет, более точный и соответствующий тем оплатам, которые люди произвели в феврале за январь. В Министерстве социально-демографической политики региона напоминают, схема, при которой люди платили за коммунальные услуги раз в два, а то и в три месяца, приведет к задержке и компенсации. Поэтому, чтобы получить выплату вовремя, услуги ЖКХ должны быть оплачены точно в срок, то есть до 10 числа следующего месяца. Лариса Шлафаст, Станислав Левин, События.